Уважаемые коллеги, добрый день. Мы уже практически начали работать, довольно активно сейчас обсуждали экономическую ситуацию в наших странах, проанализировали, как идёт наше сотрудничество, причём уже удалось даже погрузиться в детали по некоторым отраслям производства конкретно. В начале нашей встречи хотел бы подчеркнуть, что сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза продвигается действительно весьма успешно. Как президент Казахстана только что сказал, главным бенефицаром является Армения, потому что в Армении самый высокий темп роста экономики. Николай Иванович, сколько? 12,5? В прошлом году было 12,6, если не ошибаюсь. В текущем году 12,1. 12,1% рост ВВП страны. Это, конечно, такая серьёзная цифра, очень серьёзная. Естественно, Россия высоко ценит тесное партнёрство со всеми государствами, членами нашего объединения, которое последовательно выстраивается на принципах взаимной выгоды, уважения и учёта интересов друг к другу. Сегодня нам предстоит в таком узком составе сначала обменяться мнениями и, точнее сказать, уже продолжим обмениваться мнениями по основным направлениям нашего развития, по механизмам, которые мы используем для этого развития. А затем продолжим наше заседание уже в расширенном составе, в котором также примут участие президент Узбекистана Шахат Миронович Мерзиёев по ВКС. У него внутриполитические процессы, как вы знаете, на такой высокой стадии находятся, важные, поэтому он просил его понять, поскольку он не принимает участие в личном формате, но, тем не менее, будет участвовать. Также приглашённые гости сами – это президент Азербайджана Михаил Гидорович Алиев и президент Таджикистана Иммали Шаревович Рахмон, который тоже по ВКС примет участие в нашей работе. Мы, конечно, комплексно, с участием делегаций обсудим конкретные вопросы интеграционного взаимодействия, в том числе в таких сферах, как обеспечение энергетической и продовольственной безопасности, технологической и финансовой независимости, ускорение цифровой трансформации, устранение регуляторных и торговых барьеров, развитие транспортной инфраструктуры. Давайте перейдём к работе. И вначале я хочу предоставить слово председателю коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилу Владимировичу Мясниковичу.